Так, ну что, сравним. Это обычный промышленный, с тоненьким обухом, все дела. А это испанский пинус, 20-летней выдержки. Очень сухая, твердая деревяшка. Почему испанский? Потому что там другого не растет. А этот, почему 20 лет? Потому что картина, с которой я эту штуку взял, ей 20 лет. Потом сравним с другими ножиками. Вот. Узкий клинок, сведен от обуха чуть подлинзованной. Вон он, видите, и застревает, очень твердый. То есть он туда и не идет дальше. То есть строгание дерева, тонким клинком, все, мне не продавить. Мне не продавить. Можете сами дома попробовать. Видите, это не то, что какая-то мягкая сосна, это очень такой полированный срез. Очень твердая деревяшка, она аж звенит, честно говоря, когда падает что-то. Тоненькую, да, срежет. Все, дальше не идет. Его заклинивает. То есть понимаем, в чем дело. То есть идет клин постоянный у нас. Линза не раздвигает его, не отдавливает материал. И он клинит. Жестко причем. Понимаете? Вон он уже упал. Кто-то придет. В общем, строгать тонким клинком и стремиться сведенным, он не очень хорошо. То есть мясо разваливает только... Мясо разваливает хорошо, как линза, с толстым обухом, ей вообще по барабану. Ну, толстый обух. Но строгать уже тонким обухом, ну, никак. Можно, конечно, тоненький. Но вот если за раз надо перерезать за два раза вот эту вот, не получится. Все, он клинит его. Видите? Все, мясо. Ну, там я уже в следующем видео будет просто показано наглядно, как режут линзы и с толстым обухом. Давайте еще чуть-чуть, и там второй видео будет. То есть он сразу его отжимает и срезает за раз. Если бы это была обычная наша сосна или ель, елка, он бы его вообще не замечал, срезал. Но поскольку, я говорю, это другое дерево, сухое, выдержки 20 лет ему, все за раз фактически. Ну, там я еще построгаю в другом видео. Посмотрите. Палку такую же. Вот. Геометрия ножа. По факту. Вот. Очень твердая железка. О, деревяшка. Если бы, я говорю, была вот даже брусок сосны, там 2 на 4 сантиметра, я бы за раз, за раз бы отдавил. Он очень мягкий. Это не такой материал. Вообще, конечно, лучше взять березку, и она вязкая достаточно. О, видите как? С хрустом. И он как отжимает, его так не клинит. То есть, проводя, конечно, многочисленные эксперименты, тесты, вот с вами делюсь, чтобы посмотреть. Начинаешь понимать вообще, как работает геометрия ножа. Определенная заточка. Ну, и химия стали, конечно. Вон она. Видите, как ее... То есть, характер реза. Вот она. У меня просто от рамки осталось. От тещи. У нее на картине 20 лет, как минимум. Ну, вот. И она уже решили выкинуть. Вот, осталось. Еще просто показать. И рядашка очень, я говорю, тугая, твердая и плотная. Это не со съемкой. Которая вот так вот, знаете, брусок берут и начинают под конус. Его так тут этим не срежешь ты. По палецу себе. Так, давайте еще чуть-чуть. Ну, ладно. Может, второе видео не буду записывать. Хватит и этого. Для наглядности. То есть, рез и у этого неплохой. Ножа как таковой. Хотя он заточен, я говорю, был фактически до состояния бритья. Да, он еще бреет. Он, видно, видите, срезает волосы. Но он вязнет. Это клин тоненький, подлинзованный в конце. Ну, вот. Он, как бы сказать, не отжимает в равной степени. То есть, дерево, если не успевает отваливаться, оно твердое. Оно его там закусывает и все. И вот этот ровный клин, его как раз и зажимает стенками. Затирает. Вот, видите. На боковую сейчас дал кромку. Посмотрите. Кромка вы... Ну, да, тут вот... Вот это вот уже замялось вот здесь вот. Покажу, блин. Видите. Сейчас поверну, попробую. Будет видно, не будет. Вот здесь вот, видите. Вот она, блестит даже. Вот в этом месте она. В общем, короче говоря, сталь сугубо кухонная. Вот она. Вот, ногтем цепляется, кромку завернула. То есть, они... Ну, как сказать. Мне надо вообще чувствовать, что это никакая не заявленная сталь. Это, вы знаете, рукомойники делают на кухне из этого вот металла. А одна сталь. Туда просто сыпанут, наверное, там. Хрома чуть-чуть там. Чуть-чуть, может, марганца и молибдена, как он. Чуть-чуть. И он по химсоставу, ну, конечно, он не может нож 400 рублей в сборке стоить, как бы сказать, ну и быть. Да, продукты будет резать. Хлеб там, мягкие материалы, где не требуется какая-то нагрузка на кромку. Тем более протягивание, где должна стойкость микропилки быть. Она, скорее всего, будет блестеть через неделю пользования. Так как наши хозяйки пользуют. Тут загнулся. Видите, я строгал как раз вот этим местом. И вот он уже, кромка тут тоже. Так что, в принципе, конечно, для такого несилового кухонного реза нормальный нож отличный. Хотя вчера вот резали мясо. Супруга этим ножом резала мясо. Он хуже резал, чем мой кухонник. Я ей дал вот этот вот свой. R6M5. Ну, алмазом таким грубеньким был заточен. Микропилка здесь. Она говорит, этот лучше. Да, прорезали за раз. Его надо... Микропилка. У него R6M5, у него очень хорошая стойкость. Именно стойкость, износа стойкость. Если дать микропилку, эти зубья очень долго не обламываются на тонкой кромке. Вот что его преимущество R6M5. Но если его заполировать, у него микрозуба не будет. И он нету реза, он мылит. Нечем цеплять ему там. Так что, в принципе, я говорю, вот разница, понимаете, ножей. Вот перетромсал, все. Сидел сейчас, вот утрезал. Ладно, залью, наверное, вот это видео, второе не буду. Ну, вот. По нему видно. Он сразу грызет. Чуть надавливаешь и протягиваешь, он не скользит по материалу, а именно, видите, сразу вгрызается вот этой микропилкой. Вот. Срез хороший, полированный. Как кость. Твердый. Ну вот, что еще мне про ножи вам рассказать, братцы. Наверное, все. В ближайшее время, скорее всего, я уже не буду особо нечего будет записывать. Чехол надо будет шить для ножа. А так, в принципе, больше чего тут записывать. Вот я тут правил на на вот этом вот-вот-вот. Трансформаторный стержень. У меня их еще несколько штук есть. Это вообще штука идеальная. Два раза махнул и бреет. Понимаете? То есть у него сохраняется даже для стали, которые имеют вот эти карбидные монстры, так называемые. Они не любят заточку в полировку. Ну, с доводкой на пастах. И вот на этом гладком, фактически, стержне два раза махнул в одну-в другую сторону. И сохраняется вот этот рез с хрустом. И очень тоненькая кромка получается. То есть и бреет, и одновременно режет. Вот. Вот такие вот стержни. Я не знаю, где их сейчас... Где они находятся, но они вот таких вот в пачках где-то, видимо, в трансформаторах были. Вот тут вот такие вот картонки были наклеены. Вот здесь, видите, сейчас лет от клея остался. Картонки. И они были в пачке в такой. То есть где их используют, я, честно говоря, не знаю. Вот он как выглядит. Но это лучше любых, может быть, вот мусатов. Я не знаю. Не пробовал я спайдерковские и всякие остальные. Вот, треугольные там есть. А вот этот очень хороший. Им можно и, видите, у него радиус позволяет даже какие-то серрейтерные ножи подправить. Вот. Ну, в общем, очень хорошо. Цепляемость такая, что страшно. Цепляет очень здорово после заточки. Все, братцы, всем удачи, всем счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова